Приветствую вас, братья и сестры! Сегодня я имею намерение с вами нырнуть на большую глубину. Набирайте побольше воздуха. Речь идет о одном из ключевых событий мировой истории, о жертвоприношении Авраама. Я бы хотел сегодня прочитать с вами из Библии и поговорить кратко о том, что это было и почему это было. Писание, глава Бытия, книги Бытия, 22 глава, говорит об этом событии. И я бы, конечно, тоже бы хотел, пусть не будет дерзко, это многократно я хотел, чтобы вы прочли это внимательно, а может быть даже заучили наизусть. Итак, Писание говорит нам о том, что Авраам долго был бездетен. Он вымаливал у Бога у себя ребенка для себя. И, наконец, Господь внял его просьбам и дал ему сына в старости. Родился у него Ицхак, по-нашему Исаак, сын старости. Смех значит имя его Ицхак. И вот Господь испытывал этого старца, этого великого праведника Авраама, детьми которого всем и есть, потому что все верующие в Бога единого, есть дети Авраама по обетованию. Бог испытывал его и проверял, насколько он любит Бога. Всецело ли или только за что-то. Ведь мы часто любим Бога, чтобы Он дал нам здоровье, любим Бога, чтобы у нас было все хорошо. А когда плохо, то сразу не любим Бога. Нужно любить Бога за все. И иметь к Нему полное доверие и всецелую веру. Это очень тяжело. И Авраам был уникальным человеком в этом смысле слова. И вот Господь говорит ему, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и поди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Что ты говоришь, Господи, мог сказать Авраам? Это тот ребенок, который родился в старости моей. Я был мертв уже чревом, я был ничтожен, я был старик, а он родился. И ты пообещал мне его, и ты сказал мне, что в Исааке наречется тебе семя. И ты говоришь, чтобы я, 130-летний старик, повел на гору ребенка своего, которому 30, и принес его в жертву, и заклал его для тебя. Но Авраам всего этого не говорит. Авраам встал рано утром, а оседлал осла свое, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Что было в душе праведника, мы не можем представить. Так на солнце бывают протуберанцы, огненные вихри, ядерные взрывы, но льет оно к нам чистый и теплый свет, без которого нет цветения, ни дереву, ни траве, ни роста человеку. Так и в душах праведников и святых бывают страшные бури, но наружу мы это не видим. Авраам взял сына своего, встал и пошел на гору, которую показал ему Бог. Они шли три дня. Три дня, запомним эту цифру, потому что она непроста. Дойдя до места, Авраам сказал отрокам своим, останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. Он имел, наверное, некую веру. Златоуст говорит, что он не знал, что говорит. Имея Духа Божие, он как бы произносил то, что не понимает. То есть он надеялся, что Бог, давший ему ребенка в старости, может его и из мертвых воскресить. То есть что он думал, конечно, трудно понять, но он говорит, мы возвратимся к вам вдвоем с Исааком. И они пошли. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего. Взяли оба в руки огонь и нож и пошли оба вместе. Пусть ваша мысль, дорогие христиане, вспомнит о Христе, который нес на крест, вернее, на Голгофу, древо креста. В данном случае Авраам есть образ Бога Отца, который повел своего сына на Голгофу, а Исаак есть образ Иисуса Христа, сына Божия, который на себя нес крест, древо крестное, как Исаак нес на себя дрова для всесожжения. Вот странная параллель и вот великая пара. И начал Исаак говорить отцу своему Аврааму, «Отец мой!» Он отвечал, «Вот я, сын мой!» Он сказал, «Вот огонь и дрова, где же Агнец для всесожжения?» Одно лишь слово, «Отец мой!» должно было разорвать сердце Авраама. Но он говорит, «Да, сын мой, я здесь!» И пришли на место они, и отец сказал сыну, что Бог усмотрит себе, а в чай для всесожжения. И шли далее оба. И пришли на место, в которое, сказал ему Бог, и устроил Авраам жертвенник, и разложил дрова, и связал сына своего Исаака, и положил его на жертвенник поверх дров. Заметьте, что Исаак безмолвствует, он подчиняется отцу. Это молодой человек, мужчина по-нашему, по-тогдашнему юноше, от 30 лет примерно возраста, который покорно подчиняется старцу, родителю которому сто с лишком, с большим лишком. Он связывается, ложится на дрова, подставляет свое горло под нож, молча, как Христос пошел на крест, молча. В этом смысле Исаак полный прототип Господа Иисуса Христа, и это совпадение евангельского образа и образа ветхозаветного. «И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господний возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам, он сказал, вот я. Ангел сказал, не поднимай руки твои на отрок, а не делай им ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». В это время, говорит Григорий Палама, архиепископ Солунский, Авраам одолжил Бога. Авраам сделал Бога должником. Ведь Бог заранее знал, чтобы для того, чтобы спасти человечество, нужно, чтобы был распят на земле сын Божий. И Богу нужно было знать, что есть в человечестве такая ответная любовь. То есть Бог ради нас посылает сына в мир, чтобы сын стал жертвой, жертвой тяжелейшей смерти и страшного распятия. Богу нужно знать заранее, что любовь эта не будет безответной. И Он ищет людей, кто на это способен, и находит Авраама. И Авраам, отец наш, это не отец евреев и арабов, это отец всех верующих в Бога. Авраам оказывается способным принести своего сына ради веры в Бога. Богу кровь не нужна. Заметьте, что Господь Бог удерживает руку Авраама, и кровь Исаака не проливается. То есть жертва принесена, но Исаак жив. В сердце жертва приносится. Жертва – это то, что совершается в глубине нашей души. Авраам заклал своего сына, заклал в сердце. Совершил страшное, непонятное жертвоприношение ради Господа Бога. Но кровь Исаака не пролилась. Исаак покорен отцу, Авраам покорен Богу, но кровь не проливается. Это первая бескровная жертва в мире. И вот теперь, когда Господь видит, что люди готовы на такую любовь к Нему, что даже и единородного сына своего, единственного, возлюбленного, рожденного в старости, готовы отдать любви к Богу, теперь Господу ничего больше не остается, дерзко скажем, как своего сына отдать за людей, потому что люди имеют ту южную любовь к Богу, какую Бог к людям. Это момент встречи ветхого и нового, человеческого и божеского, и Авраам – виновник, по сути, нашей веры в Христа Спасителя, Сына Божия, умершего на кресте за наши грехи. Исаак жив. Он был заклан в сердце Авраама, отца своего, и он сам лег на жертвенник, но кровь его не окропила землю. Он жив. В этом смысле можно говорить, что это бескровная жертва, жертва, которая символизирует собой Христа, опять-таки, который был мертв и все жив, и жив вовеки. А на горе, на этой, на которой было сие приношение, впоследствии евреи построили храм Богу, храм Богу истинному, храм Соломонов. Это место почитаемо и у арабов, ибо там храма сегодня еврейского нет, там есть мечеть. Но и арабы знают об этом жертвоприношении и чтут место это как место великой жертвы Ибрахима по-арабски, Авраама по-еврейски, Богу истинному. Полная отдача своего сердца Господу Богу. Это большая, братья и сестры, тайна, которая в трепет приводит всех, особенно имеющих детей. Пусть прочтет каждый из нас, наверное, не раз и не два эту главу, а это 22 глава книги «Бытия». Это место, истинное место встречи Бога и человека. Это одно из немногих мест ярчайшим образом в Ветхом Завете, говорящих о вопросах, касающихся Нового Завета и, собственно, жизни вечной. Вот сегодняшний библейский урок. Будьте Богом хранимы. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова